Всем огромный привет! Сегодня будем готовить суши. А пока подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новых видео. Итак, приступим! Первым, что нам надо сделать, это отварить рис. Для приготовления суши нам понадобится круглозёрный рис. Рис хорошо промываем, заливаем водой и ставим на плиту. Воду наливаем на 1 сантиметр выше риса. Добавляем к нему сразу соль и сахар и хорошо перемешиваем. Варим рис с момента закипания на маленьком огне. Периодично перемешиваем. По времени рис готовится примерно минут 15. Теперь в готовый горячий рис добавляем 9% уксус. Уксус подойдёт любой, у меня сегодня яблочный. Рис у вас должен получиться рассыпчатый и в то же время клейкий. Теперь готовый рис убираем в сторонку остывать. А пока подготовим ингредиенты для приготовления суши. Для начинки нам понадобится любой сливочный сыр. Для удобства я его переложила в кондитерский мешок. Ещё нам понадобятся листы нори, филе красной рыбы, у меня сегодня сёмга. По желанию можно взять любую слабосолёную или копчёную рыбу. И ещё у меня здесь отварные креветки, нарезанный авокадо, болгарский перец, свежие огурцы и крабовые палочки. А теперь подготовим коврик для приготовления суш. Заворачиваем в коврик пищевую плёнку. Чем больше слоёв плёнки, тем лучше. Я заворачиваю в 6 слоёв плёнки. А если у вас нет коврика, то можно обойтись и без него. Далее берём лист нори и кладём на край коврика гладкой стороной вверх. Теперь влажными руками берём рис и раскладываем равномерно по листу нори. С одной стороны отступаем на 1,5-2 см. Чтобы удобно было работать с рисом, берём чистую воду с добавлением уксуса. Теперь отодвинем заготовку и сверху рис прижимаем ковриком. Чтобы ролл хорошо склеился, край нори смазываем уксусной водой. Теперь на край риса выдавливаем сыр и выкладываем любую начинку. Начинку кладите на свой вкус. Я кладу огурцы, болгарский перец и креветки. Теперь с помощью коврика заворачиваем ролл. Теперь ролл снова накрываем ковриком и немного уплотняем. Вот такой ролл у нас получился. Если начинки покажется вам мало, то кладите больше. Так готовим все остальные роллы. Вот сколько роллов у меня получилось. Теперь приготовим ролл кверху рисом с рыбой. На лист нори кладём рис, уплотняем и переворачиваем. Далее кладём начинку и сворачиваем в ролл. Затем уплотняем и подбиваем края. Сверху выкладываем рыбку и снова уплотняем. Придаём форму нашему роллу. Готовые роллы нарезаем и подаём на стол. Подаём роллы с соевым соусом, зелёной горчицей и имбирём. Роллы с рыбой по желанию посыпаем кунжутом. У меня, конечно, получились не такие профессиональные, как в суши барах, но зато очень вкусные. Попробуйте, друзья, приготовить. Это очень всё просто. А если рецепт вам понравился, тогда поставьте лайк и подписывайтесь. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения. Спасибо, что были со мной. Рецепт смотрите под видео.